Перезагрузка городского пространства. Сургутяне начали борьбу с обилием наружной рекламы. Активисты мечтают, чтобы на проблему обратили внимание власти, и вывесок стало меньше. Иначе город просто теряет свое лицо. Впрочем, за индивидуальность можно бороться и по-другому. К примеру, нарисовать новый символ города на 10-метровой стене, как сделал художник из Испании. Он творил в Хантамансийске в рамках фестиваля «Стенография». Тему продолжит Милана Павраницына. Польская мода, ремонт телефонов, ателье, ювелир, ключи домофонов. Мне вот интересно, что на всю эту дичь сказал бы сам Владимир Ильич. Вот так тонко намекнули на проблему блогер Антон Хролович и его друзья, сняв сатирический клип. Активисты высмеяли обилие рекламы и вывесок на проспекте Ленина, центральной улицы Сургута. Сегодня эти вывески – главная достопримечательность города, считают креативные сургутяне. К слову, так выглядят многие улицы в стране, и с этим надо что-то делать, уверены авторы ролика. В день города, 12 июня, мы просто пошли прогуляться по этой улице, пешком вышли туда, и удовольствия большого это не заставило вообще. То есть, казалось бы, что вот эта центральная улица, как бы, ну, лицо, скажем, города, да, потому что тут память к основателям стоит, и, может, даже перед ними стало стыдно. Ролик опубликовали два дня назад, а он уже набрал 100 тысяч просмотров. Это лучше слов, говорит, создатели клипа попали в точку. Реакции властей тоже пришлось ждать недолго. Так отреагировал на клип мэр Сургута Вадим Шувалов. Спасибо автору за творческий подход и неравнодушное отношение к внешнему облику Сургута. В этом году мы с коллегами уже одержали одну победу в борьбе со стихийными вывесками. Были введены правила распространения наружной рекламы. Начатое дело мы продолжим и постепенно добьемся того, что улицы Сургута станут привлекательнее и чище. Уличные художники пошли другим путем. Они не ждут, когда уберут городскую рекламу или когда установят новый памятник. Они сами преображают городское пространство. Так, благодаря фестивалю стенографии, а в этом году он отмечает 10 лет, Жителям Ханты-Мансийска каждый год удается взглянуть на город с новой стороны. Главное в проекте, как отмечают сами художники, это уникальность. Уличные арт-объекты позволяют выделить город на фоне остальных. Иными словами, у него появляется свое лицо. Более того, творцы обращают внимание на историю города. Так, в Ханты-Мансийске один из крупнейших объектов – это вот эта вот Югорская Великая Стена, которую создают на основе мифов и легенд народов Ханты и Манси. И, кстати, в этом году здесь появился новый образ – лося, охваченного лунным светом. Среди нового в окружной столице в этом году – дом для птиц, в который превратили трансформаторную будку, и театр теней на остановке. Со всеми вид в другой городе. Как смотришь, я когда шла, смотрю на остановку. Даже не узнала, что это остановка. Потом иду, смотрю, здесь делают. Ой, думаю, какая красота. Ну, любо-дорого посмотреть вообще. Прелесть. Молодцы художники наши. В Ханты-Мансийск даже приехал творить художник из Испании. Он вдохновлялся работой скульптора из Екатеринбурга Андрея Антонова «Самоощущение». Для Цезаря это своего рода терапия – возможность выплеснуть эмоции и переживания. А для горожан, надеется автор, толчок к тому, чтобы пойти и тоже изменить что-то в жизни города. Чтобы не было стыдно ни перед самим собой, ни перед окружающими. Милана Поварницына, Кирилл Навьюхов, телерадио-компания «Югра», Ханты-Мансийск. Героями нашего сюжета стали сургутяне. Так вот, мы решили спросить у жителей этого города, им самим не мешает ли реклама на улицах. Портят или нет вывески внешний облик городов. Мне так-то вообще все равно на эту рекламу. Висит так висит, она не мешает. Все. Она, может быть, не портит внешний вид? Ну, кстати, да, вы правильно подметили. Смотря еще какая реклама. Если реклама не несет там ничего такого, знаете, ну вот как-то, голые там или еще что-то, это же дети видят все это. Вот. В принципе-то. Почему нет? В принципе, она меня не смущает. Это же рынок для предпринимателей. Чем больше рекламы, тем больше для них возможности продавать и так далее. Ну, она должна быть, ну, по телевизору, ну, в умеренном количестве, я так считаю. А на стенах, полу? Нет, 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 такое, я думаю, не надо. Почему? Ну, потому что портит облик города. У нас же город красивый, молодой. Какие-то можно, какие-то нет. Какие-то даже привлекают, даже интересно смотреть, а другие нет. Мне как-то должна реклама быть. Она не портит внешний вид города, молодой? Ну, смотря где клеить.